Друзья, всем привет! Сегодня у нас годнота полезных советов и хитрости мастеров, которые реально выручают. Первый совет по стягиванию проволоки. Бывает такая ситуация, надо притянуть шланг на трубу. Хомутатель делать, конечно, это круто, классно, но это все долго, проще взять пассатижи. Но, чтобы было это эффективней, сделайте сначала небольшую петельку сзади, а потом делаем скручивание. Таким образом мы качественно стянем проволоку, и она будет плотно обжимать со всех сторон. Но что, если мы, парни, простые? Пассатижи у нас не у каждого в машине или под рукой, то выход еще проще. Берем то, что видим, например, отвертку. Делаем два витка рукой, а потом дотягиваем отверткой. И получается тоже отличная стяжка. Запомните этот способ, друзья, ведь скручивать можно практически что угодно, и даже гаечным ключом. Еще одна быстрая хитрость касается сверления. Помните совет, типа используйте два бруска, чтобы получить вертикальное отверстие. Мы качаем мозг дальше, теперь нужен только один. Достаточно взять угольник и провести ровную линию. Далее ставим брусок и сверло выравниваем по линии, и получаем ровное вертикальное отверстие. Следующий совет очень актуальный для частного дома. Ведь всегда найдется покрасить какой-нибудь кусочек заборчика, дощечки, лавочки, песочницы, ну, которую надо обновить. Но вот беда, либо кисти засохли, или их вообще нет, а в магазин ехать неохота, выходной день, тогда выход прост. Раздобудьте канцелярские зажимы, рассверлите пару отверстий в нем и закрепите на два самореза, крючки, ну, старой кисти. Добавьте сюда кусочек поролона, и вот вам по сути бесконечная кисть, которая доработана, ну, буквально за копейки. Сделайте себе такую всего лишь один раз, и не нужно будет покупать десяток разных кисточек. Или еще замачивать их там в бензине, да, а бензин воняет, это пожароопасно. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Если вы любитель инструмента, и у вас есть много оснастки для шуруповерта, это там биты, насадки, сверла, заготовки, какие-то головки, переходники, то вот вам отличная идея для простого органайзера. И реально за копейки. Возьмем кусочек доски. У меня она в данном случае 30 на 95 сантиметров. Сделаем необходимую разметку. И отрежем три заготовки. Ну, я сделал три. Далее. От края я отступил 2 сантиметра, ну, по краям, сверху и снизу. А каждый шаг делал по 6 сантиметров. И жирно расчертил линии реза. Выставил пропил на торцовочной пиле пару миллиметров. И сделал неглубокие резы. Теперь осталось дело за малым. Раскопал в мешке кучу заглушек по углам, по мастерской, ну, от канализационной 110 трубы. Сначала нашел только 11, потом еще разобрал одну банку с гвоздями. В общем, 12, как и нужно. И вставил сверху и снизу в пазы, чтобы получить размер доски нижнего и верхнего основания. Отрезав заготовки, рассверлил отверстие, немножко прошелся с ренкером и закрутил. Для крепления на стену добавил пару уголков. То, что было под рукой. И получился у нас вот такой помощник. Если память не изменяет, то одна заглушка обходилась мне в 9 рублей. А самый маленький пластиковый контейнер стоит рублей 30. Но для хранения разной насадки для шуруповертов это просто космос. И не нужно теперь каждую битку вытаскивать с кучи и читать там, для какого самореза она используется. И, кстати, советую один раз выучить, для чего нужна битка PH1, PH3, PH2 и жить станет намного проще. Что скажете? Как вам такой органайзер? Пишите в комментах, что думаете. И поделитесь мыслями, как вы храните разные битки. Сверла, насадки. Ну, реально интересно. Может, есть какая-то идея покруче. Если у вас есть старые полотна по металлу, то не выбрасывайте их. Возьмите пару гаек и пару саморезов и закрутите к стене. И вы моментально получаете отличный органайзер для хранения рулеток. Собрались заняться покрасочными работами и выполнять будем это через краскопульту. Тогда надо тщательно размешать краску. И обычная палочка тут реально не поможет. Берем то, что есть под рукой. У меня в данном случае это гвоздь. Зажимаем в тиски. Загибаем один край. Вставляем шуруповерт. И получаем качественную мешалку. Ну и теперь можно покрасить все заготовки. А как вы производите покраску небольших деталей? Понадобится вот такой крючок. Если достать тяжко, то можно и обычный алюминиевый уголок. Ну и пару гвоздей. Из гвоздей делаем двухсторонний крючок. Далее в потолок закручиваем пару уголков. Затем, взяв обычную шнурку, с каждого края делаем петлю. И продеваем заготовку с одного края. А на другой подвешиваем к потолку. И спокойно производим окрас детали. После высыхания шнурок можно сложить вдвое, а то и втрое. И повесить на крючок, ну который в потолке. И тогда сам шнурок не будет мешаться и болтаться над головой. Следующая хитрость будет со шпилькой. Из нее можно сделать довольно интересный крепеж. Для этого зажимаем ее в тиски. И разрезаем по центру. Примерно по глубине, ну на пару сантимов. Далее нам нужен кусок пластины. Его мы возьмем из уголка. Отмечаем примерную ширину и отрезаем. Далее в шпильки делаем отверстие на 4 миллиметра. И вставляем обычный гвоздик, который отрезаем почти у самого края. А далее просто молотком сплющиваем. И давайте представим такую ситуацию, что нам нужно повесить на стенку, ну что-то мощное. Где обычный гвоздь, ну точно не справится. Тогда сверлим отверстие на 12 миллиметров. Ну у нас шпилька 12. И вставляем нашу шпильку, которая с помощью пластинки зафиксируется с другой стороны. Далее идет обычная шайба и гайка. Затем затягиваем. И скажу вам, что кусок мяса в 85 килограмм выдерживает без проблем. Конечно, у этого крепежа есть и минус. Так как назад эту шпильку вытащить получится вряд ли. Но тема рабочая. Возьмите на заметку и вдруг кому пригодится. Потому что с помощью такого механизма, если его развернуть в обратную сторону. Я видел, делают укосины для лесов. Ну для строительных лесов. Поэтому устройство довольно полезно. Далее у нас снова шпилька. Закручивая саморезы в древесину, ну шляпка остается сверху и цепляется. Да, можно в обратку прокрутить битой. И будет углубление. Но тем самым мы изнашиваем битку. Можно, конечно, и купить специальные зенкера. Ну а что, если нам нужно здесь и сейчас? То кусочек шпильки нам в этом поможет. Вставляем его в шуруповерт и стачиваем в конус. Либо на камне, либо болгарке. Далее зажимаю в тиски и делаю пару насечек. Таким образом у нас получился мини-зенкер своими руками. И с задачей справляется отлично. Если вы часто пользуетесь столярным клеем, то чаще всего, ну я так думаю, вы размазываете его пальцем. Но если есть под рукой болтик или кусочек шпильки, то работа будет намного быстрее. Из куска шпильки можно сделать, кстати, хороший соединитель. Для этого зажимаем в тиски и сверлим сквозное отверстие. Далее с помощью болгарки выбираем паз. И теперь нужны пару гайк. Таким образом очень легко и аккуратно можно соединить металлический тросик. Просто вставляем в отверстие и затягиваем гайки. И, кстати, покупной соединитель будет стоить, я думаю, раз в 5-10 дороже. Так его еще надо поискать. При выдергивании длинных гвоздей надо прикладывать много усилий, чтобы его вытащить. Но я помню еще мне мой дед говорил, подкладывай брусок, чтобы рычаг был больше. Это правда. Это работает на 100%. Но что, если мы хотим сэкономить время и не делать лишних движений? Да и бруска нет под рукой. Тогда гвоздодером на молотке мы выполняем вот такой ряд действий. Загибаем гвоздь под 90 градусов и спокойно вытаскиваем из доски. Такой способ выдергивания гвоздя очень полезный, если у гвоздя, в буквальном смысле слова, сорвало башню. А как вы загибаете гвозди? Наверное, большинство просто загибают в доску. Но я уже давно не оставляю острые концы. Это травма опасна. Проверено лично. А вообще, быстро загнуть гвоздь, аккуратно и безопасно, это дело трех секунд. Я тут понемногу перерабатываю остатки крупногабаритной доски. Это брус или бревно. Но если нам нужна небольшая пачка, ну для разжигания мангала, например, то можно не заморачиваться и поколоть как обычно. Но все равно есть минусы. Каждую деревяху надо поднимать. Да, они еще и бывают и отлетают тебе в колено. Поэтому я привык использовать обычную автомобильную покрышку. Радиус 18. Его хватает под большинство деревях. Под низ я кидаю фанерку для упора. Сверху колесо и заряжаю покрышку по максимуму. А далее произвожу колку дров. Таким способом не нужно бегать и поднимать каждую поленку. Дровишки не разлетаются по сторонам. Ну и укладывать в тачку намного удобнее. Все происходит моментально и быстро. Совет пригодится тем, у кого есть сверлильный станок, но нет сверлильных тисков. Нам понадобится кусок профильной трубы. У меня она 15 на 15 миллиметров. Длиной примерно 30-40 сантимов. Также нужен болтик восьмерка. Две шайбы и две гайки. Около края трубы накерниваем будущее отверстие. А потом засверливаемся сверлом на 8 миллиметров. Чтобы наш болтик легко ходил, немножко рассверливаю ступенчатым сверлом. И на выходе получается отверстие примерно 8 с половиной миллиметра. А далее все просто. На болтик кидаем шайбу, вставляем в заводское отверстие сверлильного станка, снова шайба, а потом пару гаек. Таким образом за 5 минут мы получаем отличный прижим заготовки на сверлильном станке. Конечно, большие заготовки можно засверливать и без него. Но вот маленькие детальки. Сверлить одно удовольствие. Ну вот, например, ту же шайбу удержать руками при сверлении просто невозможно. А с такой приспособой легче легкого. По итогу получаем практичного, удобного помощника. А то без прижима детали летают ох, как хорошо. Выбирая себе бензокосу, обращайте внимание на подвесную систему. На мой взгляд, накладка должна быть пластиковой. С ней не будете натирать свою ляху при длительной работе. И советую сразу прикупить отдельно небольшой карабин. Лично у меня заводская защелка прожила не больше месяца. А с карабином гоняю уже больше года. Какую леску лучше купить? Или как ее выбрать? Последнее время я отдаю предпочтение звездочке. А вот как выбрать, я придерживаюсь такого метода. Край лески беру и плотно складываю. Затем выгибаю в обратную сторону и снова складываю. Если леска не возвращается, то это плохой знак. Но еще хуже, если леска вовсе началась трескаться в местах сгиба. Такой леской у вас будет большой расход. Она часто будет ломаться. Старайтесь брать леску пружинную, эластичную, которую легко можно вернуть в свое рабочее положение. А какую леску покупаете вы и почему? Делитесь своими советами в комментах. Я уверен, всем будет полезно. Бывает такая ситуация, когда леска закончилась, а пару соток окосить еще надо. Но в магазин уже не поехать. Ведь залили топливом мы не только в бензокосу. Но выход есть. Не выбрасывайте остатки лески. Возьмите рулетку и измерьте расстояние до кожуха. Отмеряем двойное расстояние на леске. Отрезаем, складываем вместе, завязываем узел и вставляем в катушку. С помощью такого способа вы легко окосите еще пару соток и выполните поставленную задачу. Если вы что-то строите или вам необходимо нарезать много-много маленьких элементов одной длины, то на трассовочной пиле сделать это очень просто. Достаточно выставить брусок на необходимом расстоянии, прижать его струбциной и отрезать первую заготовку. Затем проверить, убедиться, что все верно и уже далее, просто прижимая доску, сделать нужное количество одинаковых элементов. Когда мы что-то строим, мы часто измеряем расстояние, а порой сразу несколько штук, ну, чтобы заранее сделать как можно больше заготовок, чтобы не бегать. Но вот не всегда эти замеры ты запомнишь в голове и приходится мерить по новой. Чтобы упростить себе задачу, на помощь придет малярная лента. Просто наклеиваем на рулетку пару кусочков и у нас получается под рукой мини-записной блокнот. Ну, а карандаш за ухом ведь всегда найдем. И теперь, измеряя расстояние, сразу записываем их. Ведь именно с этой рулеткой мы пойдем отрезать заготовки и все размеры у нас на виду. При необходимости можно обклеить рулетку с двух сторон. Ну, а обновляется записная книжка за считанные секунды. От стройки всегда остаются остатки доски. И из них можно сделать массу полезных приспособ. Размечаем небольшой брусок 2х5 см. И ставим пару точек. Отмечаем шилом для направления сверла. И засверливаем отверстие. После этого добавляем в один край еще один брусок и закрепляем его. Я часто сталкивался с ситуацией, когда нужно прижать доску, а обычной струбцины не хватает по длине. Так вот, такая простая приспособа поможет нарастить длину струбцины. Из остатка бруска можно сделать простое и полезное устройство. Для этого размечаем центр, накалываем шилом и засверливаем отверстие. С помощью торцовочной пилы разделяем заготовку по диагонали и добавляем врезную гайку. Осталось вставить болт с шайбой и приспособление готово, которое позволяет расклинить две опоры и регулировать расстояние чуть ли не по миллиметрам. Удобно при установке дверей. Спокойно можно ловить уровень. Кто-то строит дом, кто-то занимается ремонтом, а мы продолжаем класть плитку в котельный. Процесс этот, ну, очень легкий, особенно, когда ты делаешь первый раз в жизни и понемногу открываешь разные хитрости. Рано или поздно нужно будет делать отверстие в плитке для розеток. В идеале взять обрезок и просверлить в нем отверстие и использовать как шаблон. Но если шаблона нет, и это первое отверстие, то предлагаю воспользоваться советом. Начинайте сверлить плитку при небольшом наклоне, где-нибудь с краю. Делаем это не спеша. Таким образом, коронка будет постепенно погружаться в плитку и никуда не убежит. И у вас получится ровное отверстие. Кстати, под такие отверстия коронки нужны с алмазным напылением. И они стоят довольно недешево. И чтобы коронка служила долго и хватило на весь ремонт, то при сверлении надо ее охлаждать. Самый популярный способ это использование губки. Просто вставляем ее в коронку, окунаем в банку с водой и сверлим отверстие. Коронка в процессе работы будет охлаждаться и не испортится. Но, но, бывают такие ситуации, что под рукой, ну, просто нету губки. Или мы не у себя дома, да и ехать в магазин терять время это не ахти. То выручит нас обычная пластиковая бутылка. Найти ее очень легко. Да и попить с собой, я думаю, каждый берет в работу. Наливаем в бутылку обычную воду. Далее берем гвоздик, шило, саморез. Все то, чем мы можем проткнуть и сделать небольшую дырку. А далее все просто. Немного приоткручиваем крышку и водичка льется тонкой маленькой струйкой. Теперь размечаем отверстие. Устанавливаем бутылку рядом с заготовкой. Приоткрываем крышку и начинаем сверлить. Коронка охлаждается и работа не стоит на месте. И, как видите, сверлю я через шаблон, сделанный из остатка плитки. Такие маленькие приспособы очень выручают в работе. Например, у меня расположена труба прямо по шву плитки. Чтобы сделать точное отверстие, я взял кусок фанеры и с помощью обрезков доски сделал простую приспособу, в которой удерживаются сразу две плитки. И обязательно между плитками зазор. В данном случае у меня это обычный крестик в два миллиметра. Теперь выставляем шаблон. Макаем губку в банку с водой и сверлим отверстие. И, как видите, результат довольно хороший. И причем с первого раза. Я прям был удивлен. Вот еще одна приспособа, сделанная за пять минут. И хорошо работает. Мы тут большой домик утепляем к зиме. И чтобы быстро резать утеплитель, подготовили хитрый стол. Ну, на самом деле, это был тупо верстак из того, что было. Затем на него мы положили кусок пеноплекса. А по бокам добавили по бруску, которую закрепили на саморезы. А потом добавили еще пару метровых линейк. И их также зацепили по краям. И теперь при отрезании утеплителя не надо по сто раз замерять рулеткой. А просто кидаешь кусок утеплителя на стол, берешь в руки брусок или, как у нас, уровень, выставляешь нужную длину и отрезаешь. Быстро, просто и гениально. У каждого в мастерской или в гараже есть обычный или строительный карандаш. И когда он один, то можно спокойно наточить канцелярским ножом. Но я со строительных карандашей стал уходить в пользу обычных, простых. Они дешевле и заточить такие карандаши в десятки раз быстрее. В этом поможет шуруповер и школьная точилка. Вставляем в шурик, два оборота и готово. Таким способом буквально за пять минут я точу пару пачек школьных карандашей. А так у меня точилка и с большим отверстием. Так что и строительные карандаши можно также затачивать. Шуруповерт в акте уникальная вещь. Если вкрутил саморез и шурупу в буквальном смысле снесло башку, то вряд ли пассатижами ты выкрутишь. Это будет либо долго, муторно, ну да, можно попадеть, но лучше воспользоваться следующим способом. Если есть за что цепляться, то зажимаем саморез тупо в патроне шуруповерта. Даем заднюю передачу и вот он гусь ползет обратно. Один из популярных вопросов, которые приходят мне в личные сообщения. Подскажи, братан, простой строительный козль. Я их делал три или четыре вида, но катаюсь с одним и теперь уже постоянно. Вот я на нем делаю плитку, а тут приспособил сверху станок. И распиливаю дрова. Или отделываю сайдинг, да и просто я беру их всегда с собой на объект. И они меня классно выручают. Сделать такие пару штук в деньгах, ну не больше пару бутылок лимонада. Доску 25 на 100 можно найти со старых поддонов. Вообще тупо бесплатно. Сначала делаем четыре заготовки по 85 сантиметров и по краям делаем запилы в 15 градусов. Снова та же доска. И делаем пять заготовок по 75 сантиметров. С такими размерами козликов удобно кататься в машине. Берем сначала две доски и подрезаем край в 15 градусов. И пошла сборка. Укладываем две ноги. Сверху укладываем перекладину и отступаем 1-2 сантима и закрепляем. Снизу тоже перекладина. От низа отступил 15 сантиметров. Далее нужно закрепить две петли. Именно, наверное, это и есть основные расходы, которые вы будете тратить. Складываем две заготовки, выравниваем их и скрепляем петлями. Пятая доска располагается сверху таким образом, чтобы два запила прилегали плотно. И закрепляем только одну сторону. Ну и для подстраховки по бокам крепим небольшую ленту. Ну и вот за 15-20 минут из хлама мы получаем легкого мобильного складного строительного козлика, который меня очень хорошо выручает. Это и верстак, и стремянка, и доски пили. В общем, штука отличная. Напишите, друзья, в комментах, какая вам идея понравилась больше всего. А что не очень и почему? Поставьте лайк, если видос был очень полезен. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать ну реально простой, полезный и я считаю отличный контент. Так как каждый совет или идея реально вручает в жизнь. проверено. Спасибо за просмотр, друзья. Всем большой удачи, ну и легкой работы в придачу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok